На берегу моря, спортивных площадках и других локациях в Каспийске очень часто можно встретить ребят, которые выполняют и учатся делать акробатические трюки с помощью турника, брусев и даже на земле. Это воркаут. Он является молодым видом спорта и стал популярным не только в стране, но и в Каспийске за короткое время. Изначально все начиналось с того, что я тренировался в подростковом возрасте самостоятельно. После чего я узнал, что существует федерация воркаута Республики Дагестан. Они в основном располагались в Махачкале. В общем, начал с ними двигаться и после лет 5-6 совместной работы я уже стал за старшего в Каспийске. По словам Ханапи, его путь к воркауту начался с занятий акробатикой. Потом молодой человек узнал об уличном виде спорта и занимается им по сей день. Я занимался акробатикой. О существовании воркаута я еще не знал. После в зарубежных странах начали появляться всякие атлеты, связанные с воркаутом. И меня это затянуло просто. В принципе, я занимался акробатикой. Это тоже акробатика, по сути, но уже чуть другая. Воркаут включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках. Основной акцент делается на работу собственным весом, силами и выносливостью. В данном виде спорта дагестанцы достигают немалых высот. Чемпионами мира уже стали Рамазан Гайдаров и каспийчанин Курбан Гасанов. Под моим руководством уже тренируется около 60 человек. Ребята, подростки, которые сзади стоят, тоже профессионально тренируются. Хотят выступать тоже на серьезном уровне. В основном целенаправленно, которые идут в сторону мирового уровня, человек 15 примерно есть уже, включая подростков. Как утверждает тренер Рамазан Муталимов, почти каждая тренировка сопровождается интересом у горожан. Люди активно записывают в секцию своих детей. По словам собеседника, чтобы заниматься данным видом спорта, нет никаких ограничений. Главное – это желание. В плане ограничений, я думаю, что никаких нет. Любой даже инвалид, он может этим заниматься. Если руки хотя бы целы или хотя бы ноги целы, он может этим заниматься. Любой человек с ограниченными возможностями. У нас в вид спорта включается и база. Я не знаю, простая качка пресса – это тоже воркаут. Поэтому этот вид спорта, он доступный. И именно поэтому он набирает такие масштабы, становится популярным и растет. В Каспийске проходит и множество соревнований по воркауту. Совсем недавно, 1 июня, на спортплощадке возле кинотеатра «Москва» проходил зрелищный турнир «Мэтбарс», а также показательные выступления для детей на базе офиса строительной компании «Струйград». По словам наших респондентов, юных каспийчан очень впечатлили акробатические элементы. Одной из основных целей воркаута является пропаганда здорового образа жизни. Сейчас такое поколение, что молодые ребята зачастую бездельничают. И я бы мог вам посоветовать с уверенностью этот вид спорта. Площадки постоят повсюду, вы можете выйти, позаниматься немного. Это будет отличное времяпровождение.